Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня в такой сельской местности. Называется этот, ну, можно сказать, населенный пункт. Городком не хочется называть. Населенный пункт называется Пескадеро. Это на полпути, так скажем, между Сан-Франциско и Санта-Круз, практически на берегу океана, Тихого в данном случае. И вот там вы видите козы. Это не случайно, потому что здесь козья ферма. Пахнет как положено. Слушай, это ишак, Света, я извиняюсь. Это ишачок, да. Ишачок. А там лежит козочка, смотри. С бородой. Да ты что, так может это козел? Я не знаю. Про козочку написано. Нет, это девочка. Написано, это Рози. Она любит, когда... Это осел Рози? Не знаю, кто из них, да. В общем, короче, Рози любит, когда почесывают за ухом. Ну, я думаю, что мы должны продвинуться на саму ферму. Здесь вообще дегустация, здесь можно покушать и так далее. Мы тут на самом деле первый раз, хотя, в общем-то, могли бы и раньше попасть. Ну вот попали, друзья, и пойдем посмотрим. Вы видите, тут целое хозяйство. Судя по тому, что там за стеклом висят доильные аппараты. Да, здесь доилки. Ну давайте так мы заглянем. Вот так. А здесь, кстати, пахнет хорошо. Здесь пахнет молочком и чем-то чистеньким. Вот доилки очень гигиеничные. Так. И здесь магазин. Написано, козий магазин. Можно сказать, козлиный. Тут разницы нет. Так, в этом слове goat. Между мужским и женским родом. Там вот есть второй этаж тоже и есть первый. Ну пошли на первый. Так интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете? Да, это все. Я спросил, не возражает, что я снимаю на камеру. Так, называется Harley Farms. Свет, это сыр. Ой, он такой обалденный. Он холодненький, такой мокренький. Очень, очень. С какими-то они... Ну, с изюмом. Типа цукатов. Ну, эти у меня аж рука мокрая. Так. Вот у них такой сыр. Они пишут маленькие, кругляши по десятке, а большие вот такие, по двадцатке. Ну, это с изюмом. Это изюм, это же. Ну, что-то такое там, да. Сладенькое. Сладенькое. Очень кислый. Так, подожди, а это что? Неужели сыр? Я, к сожалению, без очков. Светик, что тут написано? Наверное, сыр, да? Потому что... Может быть, с добавками какими-то. И вот это тоже сыр. Это... Самый... Это сыр с... Этим самым с... Укропом. С укропом, да. Так, я на глаз. Так, там это в масле плавает, да? Это типа моцарелла такая. Да, моцарелла такая, да. Так, а это что тут за десятку какие-то творожки, что ли? Даже, я не знаю. Это творожок? Так, что здесь написано на нем? Посмотри, пожалуйста. Вот чисто на ощупь это творог. Или творог. Как правильно? Рикотта, ух ты. Рикотта? Ага. Исказали на это. А нам можно? Все, давай, может быть, возьмем. Так, это друзья козий мед. Как это козий мед? Я шучу, да, что-то написано мед. А это яйца, это что, тоже козий яйца? Нет, но это ферма. И... Может быть, они не настоящие? Нет, вы знаете, что они... Да, они настоящие. Настоящие, они не крутятся, они настоящие яйца. Тут же и помидорчики. И помидорчики. И... Боже, это что ж такое, да? Это что ж такое? Да, сюрприз. Значит, это оливковые масла с добавлением, значит, трав. Поэтому это все оливковые масла. Они все оливковые масла. Вот какой, это с чем же она? Чили, олив, ойл. Да, дегустация? Давай попробуем. Это хлебушек? Это для масла, это для масла, я не буду. Так, это, друзья, джем. То есть, у них, наверное, и ягодки здесь есть. А может быть, они этот джем просто держат для того, чтобы с сыром. Так. Тоже какие-то... Да, это тоже какой-то, какие-то конфитеры какие-то. Так. Вон там у них какие-то цеха. Значит, они здесь все это сами делают. Представьте себе. Что, мыло, что ли? Да. Мыло из... Мыло из... Козьего молока. Такие есть интересные вот вещи. Да. Для лица. Лосьоны. Ну, кепки, друзья. Кепки, они и есть кепки. Что тут скажешь про кепки-то? Так. Ну что, Свет, кроме... А это вот мешочки, чтобы ест давать с козлом тоже. Можешь купить мыло и подарить кому-то в красивом мешочке. Света, тебе захотелось приобрести что-то кроме вот того, ну, кроме рикотты? Ты понимаешь, как много тут и конфеты, и все это вызывает... Ну, конфеты же... Нам нельзя. Нет. Поэтому мы не будем... Нет, давай, из того, что мы реально едим. Из того, что мы реально едим, нам может только рикотта. Второй этаж идем. Тут довольно тесно. Так, на второй этаж-то. Так. Понял. Такой рыцарский зал. Может быть, у них здесь какие-то партии устраивают? Свет, посмотри, тебе понравится. Так, ну давайте. Ну да, это явно такой зал для торжеств. То есть, может быть, тут можно... Ну да, посуды полно, смотрите. Там посуды, наверное, можно заказать. И там какое-то мероприятие здесь провести. Вот стол. Такой натуральненькое все. Так. Давайте, видим на улицу. Тут балкон. Вот. Какой здесь вид. А, в общем-то, можно сказать, совсем не такая большая ферма, чисто внешне. Вот там неужели вот такое количество козочек и все? Вот, друзья, такие козьи бебички. Их выделили в отдельное место. Такой загончик. У них даже бороды нет, видишь? Они еще не бородаты. Они не дерутся за еду, они не борются за морковку, как в какой-нибудь зоопарке. Там, как подойдешь к каким-то зверям, так они аж толкаются, пихаются. Здесь очень мирно все. Ну, вот у них травка лежит, видишь, они вот, если хотят, они тут пожуют. Это, видишь, ну, сено вот это? Ну, да. Это вот там вот, кормушка лежит. Кормушка, кормушка, да. С мясом, с едой. А вот тем тоже интересно. Ну, они, видишь, как они... Знаете, что, когда они вот так с тадом проходят, так уже кажется, что их много. А когда они там на травке, когда они на травке лежат, то не так. А вон там одна, но очень здоровенная. Это прямо лама какая-то. Полная, и что сейчас их будут доить. А-а-а, а это видно, что вимя полное. Конечно, вот видно, вот она идет. Вот, причем у некоторых просто... У некоторых полное, у некоторых нет. Ну, да, да. Слушай, Свет, а вот это здоровенное черное. Это, по-твоему, что? Лама. Это все-таки не коза. Полюбуйтесь, это лама. Лама дочи, лама... Фу, мама. Тут мух много. Да, тут много мух. Вот они с бирками. А, интересно, они такие рогаки, да? С медальончиками. С пиленой рога, видишь? Ты знаешь, действительно, у некоторых вимя полное. Не-не, а обрати внимание, у некоторых спиленные рога. Одни только кусочки копчат. А чтобы не бодались. Чтобы не бодались. Просто у маленьких они такие довольно колючие рога. Ты красавица. Свет, она может еще и укусить. Не надо. Да, всегда лапа не станет так. Не надо. А, их тут воет. Воет, он чешет все. Привет. Привет, красавица. Нет, они дружественные. Я зарпиес полный. Да. Обрати внимание на их глаза. Вот с ними их глаза. У людей зрачки круглые, а у них вот такими... Я снимал. Очень интересные. Вы смотри, как идет шея крутится. Ему видно, шея-то мешает. Нет, ему и вымя тоже мешает. Бирка. Чисто внешнее впечатление такое, что они действительно в очереди. Но как-то они так... Такое ощущение, что они ждут чего-то. Ждут, ждут. Вот именно. Они ожидают и смотрят на ту дверь. Собачки вот лежат. А для чего собачки, я не понял? Они охраняют. Ага. Вот тут стоит, что-то пожевывает. Мухи. Действительно, со всех сторон мухи. Вот и Светлана, друзья, пришла ручки помыть. Вот. А я, козочек, не трогал. Не трогала. Ну, все-таки есть что-то такое. А как вода уходит? Ага. Я думала, что она набирается сюда. Там снизу. Это вроде бы тазик, а на самом деле обычная сливная. Это более продвинутое устройство. Выяснилось, друзья, трагическое обстоятельство. Доют их только в 6 утра. Вот они ходят с полным выменем. Они еще спать с ним будут. Вот. И еще полсутки пройдет. И только в 6 утра их подоют. Да. Ну, что, друзья, вот приобретенная рикотта, козья. Я кусочек отрезал. Отрезал я его с единственной целью. Попробовать для вашего, так сказать, восприятия. И вот только для вас, друзья. Должно быть что-то. Хочешь тоже. Ты знаешь, что там? Я хочу тоже. Да, возьми кусочек. Давай, друзья, вот Светлана. Возьмет кусочек. Ну-ка, давай. Ты своим женским. Да, да. Оно. Очень вкусно. Почему-то все козьи сыры безумно соленые. Да. Этот не соленый. Это похоже на очень хороший творог. В общем, нет привкуса ничего козьего. Вот просто очень хороший, не соленый. Очень приятный творог. Очень нежный, друзья. Исключительно нежный вкус. Если попадется где-то на ферме только что из-под козы вот такая рикотта, значит, не сомневайтесь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»